Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры у Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст по Его образу и Его учению, учению любви ко всем и каждому, ибо всем от одной крови. Учение любви, которое есть любовь ко всем, ко всем людям на земле. И по этому учению возрасти и предстать пред Богом совершенными и непорочными, как писал об этом нам апостол Павел, чтобы явиться пред Ним святыми и непорочными в любви. Мы вас с Пумпумычем приветствуем, да, малыш? Кто тут барин такой? Хотел сказать о лютеранизме. Кто знает Лютера, да, такой был? Один, одним из основателей протестантизма, да. В чем беда-то протестантизма? Я утверждаю, что лютер был обладаем духом заблуждения, духом нечистым. Я утверждаю, что лютер жив в грехе. Вечно он искал оправдание своему греху. Вот этот мальчик нехороший. Никакого спасения по вечному дару нету, как это утверждают до сих пор его последователи. Ну, я их прямо называю ангелами сатаны. Есть дар вечной жизни, и его можно потерять. Почему я говорю, что лютер был в заблуждении? Да по простой причине, потому что такое ощущение, хоть он и сам перевел на немецкий Новый Завет, там, Библию, да. Я не помню всю, он там перевел не всю. Вот, по-моему, он Тору еще перевел, то есть Пятикнижие. А может, и много еще чего, я уж не помню. Ну, точно он весь Новый Завет же перевел. Вот, и такое ощущение, что он, ну, это дух заблуждения. Когда ты спишь, это хула на духа истины, хула на духа святого. Куда мы денем все эти места? Вот скажите мне, пожалуйста, дар спасения, который нельзя потерять по вере, а Ананя с Апфирой, крещеные в Первоапостольской Церкви, уж, безусловно, они всеми дарами духа обладали. Наверное, на иных языках говорили даже, представьте себе. Даже на иных языках. Это же такой великий дар, прям просто необходимый каждому христианину. И что? Где они закончили, вы не помните? Я вам напомню. Закончили они в аду. Спасенные по вере? Да. Где закончили? В аду. Будучи в духе святом, они позволили сатане вложить в сердце свою лукавую мысль, солгать духу святому и церкви, и утаить из проданного имения. Причем их никто не тянул за язык-то. Да, пожалуйста, скажите, сколько вам надо, оставьте себе. В церкви Нового Завета, в церкви Христовой существуют только добровольные пожертвования, ни о каких принудительных десятинах или пожертвованиях, сборах. Речи вообще не идет. Что хочешь, с чем хочешь расстаться, ты богат, у тебя две, три, десять квартир и менее. Пожалуйста, конечно, в церкви есть нуждающиеся, у кого жить негде, многодетные, как сейчас это, да, да и тогда все это было, инвалиды, старики, сироты. А ты сидишь на десяти квартирах. Конечно, они продавали имения, там это в книге, где я не написал, они не последние квартиры продавали. Продавали люди богатые, у которых были излишества. Они стали продавать это все и разделять между нуждающимся в церкви. А о ком все апостолы писали? В каждом послании нету послания, где апостолы не вспоминали об антихристах, которые были с нами и вышли от нас. Это не спасенные по вере выходили от них и становились антихристами, о которых писал Иоанн Богослов. А дяд Реф, которого он вспоминал в своем третьем послании, ну, по сути, это просто записка к церкви, которая, говорит, поносит нас по всем кочкам, говорит, и, говорит, мало того, что действительно истинным детям, божьим, братьям, не позволяя другим любовь оказывать, не принимать странников, сам, говорит, этого не делает и другим не позволяет. Мало того, что изгоняет, отлучает от церкви. Как вы думаете, где закончил этот Диатреф? В аду. А Петр о ком это писал? Что, говорит, как у нас были в народе лжепророки, так, говорит, у вас, у нас теперь в церкви Нового Завета будет лжеучителя. Беззаконники, наглые ругатели, волки в овечьей шкуре. А Иуда о ком писал в своем послании, которые животы свои и брюхи и кошельки набивают, пиршествуя с вами на вечерях любви, и на самом деле, творя беззаконие, поедая дома вдов и прочие вещи. Это о ком все писалось-то? А Павел, который пишет, собирая в Эфесе пресвитера в церкви Эфесской, говорит, что знаю, по отшествии моем войдут к вам лютые волки. Они что, не будут крещеные? Нет. Войдут, в смысле, они будут внутри хищными волками. Посмотрите, как волки перепрыгивают вот эти вот загоны овечьи и пожирают, убивают их там одну за одной. В общем, они столько не съедят, но душат они всех. И овечки просто жмутся в угол, и все. А волки их одну по одной вцепляются в горло и убивают. А кому это Петр, когда писал Тимофею, говорил, что вот эти сластолюбивые вдовы, которые целыми днями ничего не делают, сплетничают, мечтают о богатстве, забыли даже о своих близких. Не то, что там, а о церкви, о сиротах и вдовах, говорит, даже о своих не пекутся. И говорит, настолько погрязли в сластолюбие, что заживо умерли. Это о ком, он писал. Вы не знаете, где эти вдовы закончили? Я вам отвечу, в аду. А пресвитеры, которые впали в сеть любостяжение, они где закончили? Павел написал, что они будут судиться на одной скамейке с дьяволом. Ну, я скамейке слова добавляю, вы понимаете, да? Ну, а по поводу дьявола, это сам Павел сказал, почитайте его послание к Тимофею, к Титу. А вот эти вот в Каринфе, где там сынок с женой, там, неважно, тесть, мужа, отца, там, вернее, непонятно, там, с мачехой со своей стал спать. Это разве не в церкви он писал? Это разве не в церкви? Разве он не в церкви несколько раз писал, умолял сначала вразумить, потом вообще не сообщаться? Это, простите, не крещённые были, что ли, все? Где они закончили? Ну, благо, из второго послания мы знаем, что вроде бы там было покаяние, и будем надеяться, что тот, кто это совершил, там, всё это вроде бы устаканилось, и они вошли в Царство Божие. А Пётр в своём первом послании пишет, когда говорит, смотрите, говорит, чтобы кто из вас, из рождённых свыше, из крещённых Духом Святым, говорит, как бы не закончил, как убийца, прелюбодей, блудник, вор, это спасённые по вере и неспособные потерять дар, всё это протестантская чушь не имеет ничего общего с Евангелием Иисуса Христа. Лютеранского бреда, я всем очень часто говорю, это, мне кажется, вообще самый пик его идиотизма, я по-другому сказать не могу. Ну, это не идиотизм, это, наверное, это, не знаю, он либо обладаем был просто уже сатаной, что праведность Иисуса Христа закрывает нас в Царстве Небесном, грешников причём, грешников. Зачем нас закрывать, если мы святые? Мы же не своей праведностью перед Богом святы, что мы в Царстве Небесном будем покрываемы от гнева Небесного Отца праведностью Иисуса Христа. Вам как такое? Больше чуши трезвому человеку придумать нельзя было. Во-первых, я напоминаю, Господь никогда в Евангелии не позволил себе назвать Бога праведным судьёй. Он Бога назвал своего Отцом. Причём каким? Не судящим никого и любящим мир. Но весь суд, он, говорит, отдал сыну. Ему приводят женщину, взятую в прелюбдеяние, и он не осуждает её. Никому не позволяет её осуждать. Более того, говорит прекрасный закон жизни. Он говорит, если никто тебя не осудил, и я тебя не осуждаю. Ну что говорил Господь? Каждый получит по делам своим. Отец Небесный суд? Нет. Он весь суд отдал сыну. Иисус кого-нибудь будет судить? Нет. Каждый, Господь сказал, это слова Иисуса, когда я сяду на престол и славы, будет получать по делам своим. Каждый. Каждый ему даст отчёт. Каждый. Ему дадим отчёт. Это, так скажем, козырная, излюбленная фраза всех его апостолов, всех его истинных учеников и последователей. Начните с послания к евреям и прочитайте до послания к Ефесиным. Все послания. Вы увидите, они все писали о суде, что все, даже христиане, истинные даже ученики, будут давать отчёт. И отчёт они будут давать не за добренькие дела. За их меру, но и за злые. А уж поверьте мне, а вы сами по себе знаете, что все мы согрешаем, да? И они чётко писали, что каждый будет давать за то и получать по мере того, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И по мере этого добра и худого будет воздаяние. Лютеранизм – это религия. Христианская – нет. Евангельская – нет. Это бред сумасшедшего. Евангелие – это в том, что человек, ты, услышав истину о том, что Бог есть любовь, ты человек – образ и уподобие. У тебя великое преимущество, что ты это услышал. Ты должен радоваться, веселиться, ты должен покаяться и изменить свою жизнь. И возрасти в совершенный Христов возраст. Нет предела совершенства. Не смотри на то, как ты прожил вчера. И не мечтай о том, как ты проживёшь завтра. Живи сегодня. Проснись с мыслью, что сегодня тебе нужно прожить свято. Ложась спать, вспомни, как ты прожил. В чём согрешил, покайся и постарайся завтра этого не делать. Давать отчёт, ты будешь за всё. Господь рассказал прекрасную притчу. Он призвал должника. Этот должник был должному сколько? Десять тысяч талантов. Это полтора миллиона долларов, так скажем, я перевёл. Или евро. Миллион евро. Кто из нас способен отдать его? Нет. Он сказал, бросьте его и всё его семейство. Ватьма укромешена. Он взмолился и сказал, господин, я отдам тебе. Правда, как бы он это отдал? Это же символ нашего призыва первого, когда через какого-нибудь проповедника или через Евангелие написанное, сейчас есть электронные варианты, видео-варианты, мы услышали слово истины. Благую весть о том, что человек, ты вечен. Будут этапы жизни, будет переход в вечную жизнь. Там ты получишь ровно то, что ты заслуживаешь. Покайся и сотвори дела достойные покоения. Сам ты кузнец собственного счастья. Если здесь мы рождались, мы не властны были над своим телом, над своими душами. Многие рождаются инвалидами, не совсем умными, может быть, даже глупыми, некрасивыми, может быть, даже уродливыми, слабыми, а может быть, даже рахитами, а некоторые сильные, некоторые умные, некоторые красивые. То будущую жизнь мы сами в ответе. Господу предъявить нечего будет. Мы получим то, что мы построили. Как Господь и говорил, тот дом, который мы построили. И как Павел потом этот же образ давал. Господь просто сказал, на каком фундаменте. А Павел хорошо сказал, что этот дом еще из разных материалов бывает. И Господь сказал, хорошо, я все тебе прощаю. Это символ нашего покаяния. Мы взмолились, Господь нам все простил. Ничего он за 10 тысяч талантов ни дня не отсидел во тьме кромешной. Бог его отпустил. Иди, говорит. И сотвори плоды достойные покаяния. Хотя в притче там это не сказано. Но вы помните, Господь уже рассказывал, в принципе, можно сказать, посередине своего служения. Уже много чего он им рассказывал. Он идет и трясет 100 рублей со своего должника, который встретился ему на пути. Господь его призывает во второй раз. Чего это символ? Ну, конечно же, наша смерть, наше разрешение от этого тела смерти. И что? Господь ему все простил. Бог тверд в своих обетованиях. Да, только в истинных обетованиях. Он сказал ему, точнее не ему, а слугам. Это бесы. Возьмите его и выбросьте во тьму кромешную. И бесы это сделают с удовольствием с каждым грешником. И что? Простил ему Бог все? Простил 10 тысяч талантов? Нет. Он сказал, не выйдешь оттуда, пока не отдашь мне все до последней копейки. Страшно? Страшно. Спасение по вере? Никакого спасения по вере. Нетеряемый ценный дар, подарок Божий. Теряемый, еще как теряемый. Какая глупость надо было придумать. Лютер не знал, как оправдать свои грехи. Кто-то считал его жизнь, тот знает, о чем идет речь. Я сейчас все это не буду поднимать. Я уж молчу о том, что нам неизвестно. Он вечно мучился. Спасен я или нет? Спасен я? Это человек с двумя глазами, черно-белыми. Спасен или не спасен? Нам Бог дал жизнь. Человек рождается, потом вырастает. У нас внутри только рождается. Протестанты же сами как любят говорить о рождении свыше. А что вы потом, детей своих на помойку выбрасываете или что? Или вот в такую колодочку забиваете, и они всю жизнь лежат в этой коробочке из-под обуви 45-го размера? Или что? А расти вы собираетесь? А ребеночек этот может умереть в год, два, три, в десять? Может. Насколько слепота куриная, невидение вообще Евангелия. Да разве в спасение все упирается? Это только начало твоей жизни. Крещение только начало твоей жизни. Ты можешь умереть в любую секунду. Бог твоей свободы не нарушает. Все эти вещи, о которых писали апостолы, что да, смотрите, чтобы кто не пострадал у вас. О чем писали? Все эти вещи, которые Павел писал, о том, что я каждый день умираю, каждый день порабощаю свое тело, каждый день бегу, как на ресталище, каждый день я умом желаю жить по закону Христову, но сердце клонит в одно, желает другого, а тело вообще неизвестно, что хочет, куда его тянет. Это он все о себе писал. Все эти литеранские бредни по поводу того, что это он писал о ком-то, это Павел писал о себе. Он такой же человек, как и мы. Вы что думаете? Кто-то из нас сейчас согрешит, не может? Может. Более того, это я вам привел все новозаветные случаи. У нас есть жизнь. Вы знаете, когда я стал общаться очень много, и потом мне стали звонить протестанты, ребята, девушки, ну, неважно, мужчины, в общем, люди, да, вышедшие или еще присутствующие в протестантских направлениях, мне такие вещи рассказывали, что не надо никаких посланий, о которых мы сейчас вспоминали с вами, там, о диатрефах, о банане сапфирой и прочих-прочих отвалившихся. Мне сами свидетельствовали, что после даже чуть ли не десятилетнего хождения своего в эти капища, по-другому я их не могу назвать, изборища сатанинские, впадали в такие грехи, которые до покаяния даже не делали. Или возвращались на свою блевотину. Это хорошо, если так. Я говорю, а мне даже рассказывали, что еще больше вы делали, чего вообще не делали. Пить никогда не пил, пить начинал. Семь бесов входило вместо одного. По несколько раз не могли потом отвалиться. Кому вот эти сказки мы рассказываем, спасение поверили. Это все относится к твоей жизни, началу жизни. Все можно потерять. Все можно потерять. Поэтому, конечно же, лютеронизм, протестантизм весь, в частности, корень у него грех. Корень у него ложь и дух заблуждения. Ничего общего с Евангелием протестантизм не имеет. Евангелие Иисуса Христа – это в том, чтобы еще его предтечек говорил, покаяться и сотворить дела, самим сотворить. Ничего за тебя Бог делать не будет. Все эти лютеранские бредни по поводу Бога – все, я ничего. Это чушь собачья. Никакие родители не хотят детей на своей шее до своей пенсии тянуть. Господь хочет, чтобы мы стали совершенны. Господь сказал, не написано ли в законе вашем «Вы, Боги и дети Всевышние, все вы». Будьте совершенны. Вы, вы будьте. Господь не говорит, вы, когда креститесь с Духом Святым, вы будете любить. Нет. Любите друг друга. Благословляйте, благотворите. Трудитесь. Собирайте себе сокровищ на небесах, говорил Иисус. Кто не собирает со мной, тот расточает. Иди и ты, делай так же. Иди и ты, поступай так же. Это повелительные глаголы личностного желания. Иисус никогда этих бредней, какие рассказывают протестанты и их последователи, никогда не говорил. Ни Иисус, ни апостол Павел. Апостол Павел писал, что каждый получит по мере того, когда он предстанет на суделище Христова, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Павел не исключал о худом. Он писал о этой же Каринской церкви, где там этот блуд был, который у язычника, которых не было. Павел все прекрасно знал и писал. В другом месте Павел писал, пусть богатые, пишет Титу, добрыми делами богатеют, о чем и писал Иисус, чтобы собирали себе сокровищ на небесах, чтобы не оказаться бесплодными, ибо бесплодное дерево срубают и выбрасывают в огонь. От него некому питаться. Некому. Господь рассказывал притчу. Три года никакого плода дерева. Садовник говорит, сруби его, господин, и выброси, господин говорит, садовнику его. Так что все это чушь. Никогда не проповедуйте этого. Никогда не плодите по всей земле этих верующих бесов во плоти. Проповедуйте Евангелие. А Евангелие в том, чтобы мы жили в любви. А любовь это активная сила. Любовь проявляется в словах, в делах. Кстати, не путайте это с обличением лжеучений. Вот и все. Ну и Лютер уже давно помер. Я верю, что может он и в Царстве Небесном, и Бог любовь, и там разберется сам. Но учение его полностью, учение под действием духа заблуждения, духа сатаны. Это абсолютно очевидно. Потому что она ничего не имеет общего с Евангелием. Никакой праведности Иисус тебя не покрывает. Ты должен быть праведен своей праведностью. Своей. Бог тебе все потребно дает. Ты человек, ты личность. Бог тебе дал свойство личности. Это и есть свобода. Если вы задумаетесь, вы поймете, что слово свобода и личность – это одно и то же слово. Казалось бы, они вроде бы разные. Вроде это два разных слова. Сказав свободу, ты сказал личность, ты сказал человек. Человек – это и есть я, это и есть свобода моя. Это моя совокупность выборов. Это лично я. Никто за меня этого не делал. Это делаю я. И это не гордость. Когда говорят, ой, ты что, ты выбрал святость? Ты сейчас хороший поступок сделал? Да, ты. Ты. И Бог хочет, чтобы ты это делал. Как точно так же родители. Хочет, чтобы их дети были хорошими. И чтобы это делали они, а не родители за них. Не родители за них будут до старости посуду мыть. Они хотят, чтобы они сами мыли и сами делали добрые дела. Чтобы они стали хорошими. Чтобы они любили, нашли себе жену, мужа и любили его. А любить надо что-то делать. Родители с детства приучают своих детей что-то делать. И нас Бог приучает. Бред лютеронизма. Адрес его, палата номер шесть. Кто знает русскую классику? Все. Это крайняя степень его творчества. Ничего общего это с Евангелием не имеет. Ничего. Нечто неудобо вразумительное из послания апостола Павла еще в его времена, как Петр писал, уже стали вырывать и коверкать. Праведной верой своей праведностью будь жив. Своею. Своею праведностью. Своими добрыми делами. Своими добрыми словами. А это и есть праведность. Это и есть любовь к людям окружающим. Потому что все мы на земле от одной крови. Когда мы это понимаем, мы и любить-то всех начинаем. Именно это мы должны проповедовать. Потому что это проповедовал Иисус. Любовь к людям. Любовь. Радость, мир, кротость. В этом подвязаться. Природу свою изменить. Раньше ругался, не ругался. Не ругайся. Курил, не кури. Потому что курить не только тебе вредит. Во-первых, ты Бога не любишь. Бог тебе дал, а ты не ценишь этот талант. Я посмотрел бы на вас, как ты жене букет цветов принес, а она его тут же при тебе в мусорное ведро выбросила. Бог тебе дал, тело сдал. А потом жалуемся. По врачам бегаем. Что-то тут приболело. Ты брось вредить-то своему телу. Это Божий дар тебе. Так что вот так вот. Всегда все сравнивайте с учением. Выбросьте все эти закваски. Протестантизм – это ложь от первой до последней буквы. Потому что корень его – грех. Грех. Нет никакого оправдания греха, которому нашел Лютер. Что просто вырвал стихи. Вот эти там верующие несуются и прочая лабуда. Еще как судится. Это все детские образы и ток. Где-то прямо нам сказано. Человек, ты снимешь эту одежду. Ты предстанешь пред Богом. Внутри то, что у тебя будет, будет явлено. Никакую праведность свою Иисус тебе не будет ни от кого покрывать. Ибо Он будет судить на судилище. Он тебя как будет покрывать-то? Он судья. Праведный, да. И то, это лишь младенческий образ для немощных еще. Никого Бог судить не будет. Ты сам пред Ним просто встанешь. И все, что у тебя внутри, станет явно для тебя. Врешь, как последняя собака. Будешь черный, как головешка. Не милосердный будешь вонючий, а не благоуханный. Человек скажет, внутренняя природа имеет образ, имеет запах, имеет вид, имеет чувства. Все там будет. Все это станет явно для всех, причем не только для тебя. И, кстати, сюрпризом это ни для кого не будет. Достаточно посмотреть на твою жизнь. Дела это зеркало твоей души. Господь сказал, от избытка сердца, говорят, уста. Ну, если уста, то и ела, соответственно, да? Господь говорил, по плодам, по делам их узнаете. По делам. Вот и все. Единственный критерий твоей святости – это твое отношение к людям, к жизни. Любишь ты ли ближних? Радуешься ли жизни, даже когда тебя поносит? Мерен ты или гневлив? Долготерпелив ли или не можешь две секунды воздержаться? Все это вот показатель того, кто у тебя внутри. И ни для кого секрет не будет. Для нормального человека тайны и сюрпризом не будет, кто внутри него. Достаточно сейчас понять, кто ты. Ты являешься в себе Иисуса или нет? Иисус ни о какой праведности поверить не говорил. Вот так вот. Вот мне хочется сказать. Я уже так разно говорил. Еще раз скажу, да. Читайте Евангелие, обязательно изучайте, чтобы, слушая каждого проповедника, вы могли встречать. Если бы с лютером сесть вот так вот, от корки до корки, новый, за это прочитать, куда он будет делаться, куда он будет все эти места из Писания убирать. Куда? Это его учение. Его личное поддействие духа заблуждения, духа сатаны. С Евангелием это ничего общего не имеет. Иисус сказал, все получат по своим делам. Делам. И слава эта будет разниться у каждого. Потому что все мы на земле разные. Вот. И кто что собирает, тот той получит. Господь даже богатому юноше говорил, пойди продай все, что имеешь, и раздай нищим, и ты уже будешь иметь сокровищные небеса. Даже без веры в меня. Он говорит, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это лютер куда денет? Он ему что сказал? Верь в меня, дорогой. Нет. Он ему так не говорил. Он говорит, пойди, раздай все, продай свое имение, раздай нищим, и будешь уже иметь сокровищные небеса. А только потом, приходи, следуй за мной, взяв крест. Так что вот так вот. Протестантизм – это ложь. Кто в этой лжи участвует, тот погрешает на самом деле. Все эти учения лживые, все эти проповеди, все эти цитаты – все это ложь. Проповедовать мы должны только Евангелие Иисуса Христа. А оно в том, что Бог есть любовь, Бог есть свобода, Бог есть смирение, Бог есть вечная жизнь. Ты потерял любовь – это Бог, дух один и тот же, у него разные дары. Почему у Якова писал, что кто согрешил в одном перед законом, виновен во всем? Да потому что дух один и тот же, а свойства у него многогранные. Бог – это и любовь, я говорю, и радость, и мир, и кротость, и смирение, и жизнь вечная. Ты потерял любовь к ближнему, ты потерял Духа Святого, ты потерял жизнь вечную. Ты потерял радость – вечно ропщешь на все, все у тебя плохо в жизни, и все кругом негодяи. Ты потерял Духа Святого, ты потерял жизнь вечную. Ты потерял мир – ненавидишь всех вокруг. Ты потерял Духа Святого, ты потерял жизнь вечную. Жизнь вечная, ты потеряешь в любом случае дух один и тот же. Он из тебя выйдет, как вышел из Адама, и все. Почему он выйдет? Потому что я согрешил. Мы должны святы быть и непорочны пред Ним во всем, во всех свойствах Духа, и в любви, и в радости, и в мире, и в кротости, и в долготерпении, и в смирении, и в уповании, и в кротости, а не тщеславии. Но самое первое свойство Духа Божьего – любовь Божья в сердца наши изливается Духом Святым. Кто? Любовь Божья. Кому? К нам, что ли? Иоанн Богослов пишет, если Бог так возлюбил нас, то и мы кого должны любить? Бога? Нет, он говорит, друг друга. Потому что Бог-то любит нас. То есть, если это любовь в нас, то она к кому-то должна быть направлена. И он пишет, что не к Богу, а друг к другу. Поэтому любовь Божья к нам в нас друг к другу пребывает и изливается Духом Святым. Потому что именно та любовь, как Бог нас любит, а Он нас любит незабвенно, жертвенно и всепрощающе. Вот такая любовь должна в нас, если есть такая любовь в нас, значит, это признак того, что человек исполнен Духу Святого. Это любовь к ближним, как любил Иисус Христос. Но только Иисус Христос, не забывайте, разбивал вдребезги эти лжи, выучения слепых вождей, слепого народа. И мы должны точно так же делать. Сейчас надо массово выходить из этих всех уже учений, массово, и проповедовать свободу во Христе, которую проповедовал Иисус и его последователи. Протестантизм – это переодетый иудаизм. Они законники, они не живут по Евангелии, они живут по закону. Они оправдались, как они оппозиционируют праведность Иисуса, чтобы продолжать жить по закону, по дебильному, данному падшему народу. Которые левые руки от правой не могли отличить, которые беззаконники, мужеложники, прелюбодеи, ропотники, клеветники – вот кому был дан закон. Они оправдались жертву Иисуса, чтобы опять жить по закону. Послание к галатам – кому написано? Послание к евреям, послание к римлям – кому написано? Вот к таким написано. Всем надо выходить, всем надо оставлять эти лживые собрания, переставать платить эти лживые десятины неизвестно на что. Пойди сам купи Евангелие, напечатай, раздай ближнему. Сами должны проповедовать. Сами должны творить добрые дела. Не кто-то там куда-то что-то раздает. Нет, ну услышал ты где-то сбор, конечно, ты тоже участвуешь, это понятно. Но самим надо, надо просто светить, просто светить. Не порабощать людей. Никаким ни к пастырям, ни к проповедникам не приводить, ни в какие собрания. Просто нести учение Иисуса Христа, учение о любви человека к человеку. Добровольное причем. Не надо никого палкой заставлять. Просто говорить, не хочешь, как хочешь. Дашь ему это учение, человек примет это учение, покается, крестится Духом Святым. Это будет лучший брат и сестра тебе на земле. Оттого, что верующего в бесы родишь, расплодишь на этой земле, только сам потом от него еще и пострадаешь. Скорее всего, через некоторое время он тебе еще и какую-нибудь бяку сделает. Это сто процентов. Весь мир заполонили верующими бесами и религиозниками, ортодоксами. И что толку-то? Ходят олбами, бьются. Об ортодоксах мы еще потремом косточки. Ну все. Я вас всех нежно целую, крепко обнимаю. Помните, учение Иисуса Христа – это учение о любви человека к человеку. По образу, примеру, пути оставленном нам Иисусом Христом. И тому учению, которым он комментировал свою жизнь. Хотя порой его поступки говорят лучше, чем даже его слова. Да? Мы с вами на этом прощаемся. Пум-пумыч говорит вам мяу. Мяу. Пока-пока. До встречи в следующем ролике. Вау. КОНЕЦ